Знали ли вы, что в Латвии растут такие грибы, как эокронарциум махолюбивый и ромариопсис шафрановый? Вот и ученые не знали, пока не начали проект по инвентаризации всего нашего природного богатства. Почитано уже треть лугов, лесов и болот. Галина Солодовник расскажет о находках биологов. Герицей кудрявый, невиданный ранее в Латвии гриб, редкие цветы и мхи. А всего 13 новых или уже давно забытых видов растений обнаружили эксперты в этом году. И это только начало, ведь обследована лишь треть от всей территории страны. Из плохих новостей инвазионных растений, таких как борщевик сосновского и шиповник, оказалось больше, чем можно было себе представить, особенно в окрестностях Риги. В Управлении охраны природы признаются, волновались, как это исследование воспримут жители. Ведь экспедиции должны проходить не только на государственных, но и частных территориях. Но опасения оказались напрасными. Один был такой интересный случай, что там эксперт была девушка, зашла к хозяину, поздоровалась, рассказала, почему она пришла, что будет делать. И хозяин сразу переоделся в белую рубашку, взял квадроциклы, повез эксперта, все показал. Число и качество латвийских биотопов ученые будут изучать в общей сложности три года. И уверяют, владельцам земель умноваться нечего. Проект не предусматривает создание новых охраняемых территорий или микрозаповедников и не ограничит хозяйственную деятельность. И по словам представителей Управления охраны природы, дельцы, которые рассылают письма с предложением срочно продать землю, пока на ней не нашли биотопы, вводят в заблуждение землевладельцев. Те согласования, которые человек уже получил, например, если он хочет строить дом, если у него есть все разрешения, все документы, он обязательно может и должен делать, что он хотел и планировал. Согласно статистике, Латвия на третьем месте с конца в ЕС по количеству охраняемых территорий. 11,5% от всей площади. И что точно будет, когда исследование завершится, в Управлении охраны природы ответить затрудняются. Когда вся информация будет обработана и проверена, тогда это будет политическое решение. И также решение владельца, что делать дальше, как работать, что делать, какие растения, как развиваться дальше. Впрочем, Управление уверяет, когда все редкие растения перепишут, то владельцам земель уже придется меньше тратить времени и средств на получение различных разрешений для хозяйственной деятельности. Галина Солодовник, Иван Милов, Латвийское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова